Индийская классическая музыка В первую очередь, этот фильм будет интересен для тех, кто пожелает самостоятельно приобрести в Индии ситар с хорошими музыкальными характеристиками. На что в первую очередь следует обратить внимание? Это равномерность звучания, отсутствие бугров и провалов на разных частотах, сустейн, то есть длительность звучания извлеченной ноты, отклик резонаторных струн и объемное звучание. Также следует обратить внимание на то, из какого дерева сделан инструмент. В Индии часто ситары делают из туна, это одна из разновидностей красного дерева, а под заказ профессиональных музыкантов мастера часто используют тик. В нашем фильме мы продемонстрируем вам несколько индийских ситаров и два сурбахара, а также два экспериментальных ситара, сделанных мною. В своих ситарах я использовал тик. Эти ситары новые, еще не разыгранные, но уже даже сейчас они имеют некоторые интересные музыкальные характеристики. Теперь мы перейдем непосредственно к нашему фильму, и вначале для вас будет играть Александр Ли. Сейчас Саша сыграет на своем ситаре. Этот инструмент делался известным индийским мастером. по заказу профессионального музыканта. Мастер вложил душу в его создание. Инструмент сделан из тика. Ему уже 8 лет, и он достаточно хорошо его выделил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что мы слышим. У этого ситара достаточно хорошее объемное звучание. Звук буквально выполняет пространство вокруг. Очень хорошо откликаются резонаторные струны. Хороший сустейн. Богатые средние частоты. Может быть чуть-чуть не хватает низких частот. Но на данный момент из всех петербургских ситаров это один из самых лучших инструментов. Теперь Саша будет играть на моем ситаре. Я его сделал также из тика. У этого ситара присутствуют глубокие низкие частоты. Но он еще недостаточно разыгран. Может быть не хватает резонанса, отклика резонаторных строк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот еще один мой ситар. Он также сделан из тика. А задняя часть округлая, которую Миша делает из тыквы, я ее сделал из стекловолокна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас мы сравним сустейн. Субтитры создавал DimaTorzok Мы видим, что у всех трех инструментов состояние достаточно хорошее. Теперь посмотрим, как инструменты будут себя вести при быстрой игре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А теперь на одном из моих ситаров. Саша будет играть поочередно с использованием двух разных мостиков. Сначала это будет мостик из кости, затем из черного дерева. И мы посмотрим, насколько меняется тембр. Получаемый инструмент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сергей играет на национальных инструментах разных народов мира. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас он вначале нам продемонстрирует игру на своем инструменте. Его ситар уже достаточно древний, но больше 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Тут другой принцип, чем у гитара, поэтому получается мой звук. Да, интересно. Вот такой инструмент. Я жалею за этого автографа. На нем мало играю. А на чем же ты на концертах? А у меня есть большие грузы бюджета китайские. Тут вот спрятаны. Из интересных инструментов. Вот этот инструмент, это с Памира. Очень старый инструмент вообще. Но очень хорошо сделан. Идеально держит строй, все играет. Очень такая работа памирского какого-то мастера. Мне его подарили. Шикарный, аутентичный звук. Просто как-нибудь потом еще раз продемонстрировали. Это какая-то такая больше декоративная индийская. Я не знаю как она называется. Вот это индийский сарот. Тоже это старый. Это тот самый легендарный сарот, которому больше 100 лет уже. Ну может быть и так сказать не больше 100 лет, но очень старый. То есть лет 60-70 всякие. У него замечательный вообще звук. Очень сильный. Я его тоже немного реставрировал, потому что было сломано. Вот здесь вот. А в сородье возраст влияет на улучшение звучания? Ну конечно. В любых инструментах если играть на них, то возраст конечно да. То есть дерево становится как бы... В процессе гниения оно не может... Ну оно не гниение, оно высыхание. Ага. Ага. И оно становится более мягче? Ага. Оно не мягче. Дело в том, что высыхает. Но если взять дерево, оно состоит из волокон, между которыми находится жидкость, которым дерево питается. Со временем оно высыхает, жидкость уходит и дерево высыхает. А опоры остаются. Остается то есть воздух. А воздух и начинает проводить вот эти все резонансы. А когда мы начинаем играть, как бы звук дерева начинает откликаться на вибрации и подстраиваться к этим вибрациям. И образуется вот это свое собственное звучание вот в этой конфигурации. Если это наигрывает один музыкант, то там получается, что качество, 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 качество и качество. Вот. Ну это инструмент называется САС. Это турецкий инструмент. Турецкий САС. Вот это ситара, это такая тампуртка небольшая. Это индийский инструмент дильрубар. Называется, смычком на нем играют. И это рубаб, кашгарский рубаб. Это рубаб по-мирски, но его еще называют афганским рубабом. А это кашгарский рубаб. А есть какая-то равенница значительная? Отличаются они. Ну они отличаются по технике и по каким-то нюансам. Не буду просто занимать сейчас такое время. Ну и там Сурбахар у нас. Да, Сурбахар конечно впечатлил. Здесь у нас стоит такой Сурбахар. Замечательный инструмент. Как красиво все декорировано. Мастер души вкладывал. Инструмент приобретен недавно. Меньше еще года. Но я как опытный человек могу сказать, что сделано прекрасно. У меня не было никаких к нему претензий. Не характерно для индийского инструмента. Да, не характерно. То есть я сделал там чуть-чуть. Я вот со звуком... Вроде звук стараются мастера сделать. А вот внешний вид как-то они к этому относятся. Да, сделано очень хорошо. Добротно. Прямо вот душа радуется. Сзади тоже видно. Да, инкрустация сделана все прекрасно. Прямо вот замечательно. Тут табло, тут бансури лежат, там дуду и все такое. В общем, богатая коллекция была. Причем все инструменты, они играют. На всех можно играть. Все в рабочем состоянии практически. Почти все в рабочем состоянии. Так что... Ну, Сергей, спасибо тебе большое за интервью, за то, что поиграл. Теперь мы пойдем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok